Мемориальный комплекс в селе Барановка, это район Дагомыса, был открыт в 1992 году. А 10 лет назад сюда был подведен природный газ, поэтому в канун 9 мая всю газовую систему мемориала проверяют, чтобы в День Победы в 7 часов утра зажечь вечный огонь. Работали три человека, выполнили прочистку газовой горелки и продувку газопровода. Работы завершены, уже все готово для праздничных мероприятий. У этой бригады в обслуживании находятся три комплекса, еще в Лао и Сергейполе. Там проведена такая же ревизия газового оборудования и система полностью к 9 мая подготовлена. Специалисты Сочи Горгаза очистили от нагара и копоти горелку, проверили герметичные запорные арматуры, смазали отключающие устройства и очистили от скопившегося мусора внутреннюю чашу огня. В День Победы здесь будет организовано дежурство аварийной бригады для обеспечения бесперебойного и безаварийного газоснабжения. Осочинские школьники и студенты завершили участие в краевой акции «Дни единых действий». К ней подключились более тысячи человек. Они, начиная с 6 апреля и по сей день, приводят в порядок территории памятников, обелисков и мест захоронения ветеранов Великой Отечественной войны. Школьники, молодежь, студенты вузов и СУЗов, юные армейцы, воспитанники военно-патриотических клубов, общественники, молодая гвардия, городской студенческий совет и ТОСа нашего города. Согласно реестра, было приведено в порядок 94 обелиска и мемориала во всех четырех районах города Сочи и в отдаленных территориях. 8 мая в 8.30 утра у Стелы подвиг во имя жизни в районе парка Ривьера пройдет памятный митинг медработников и впервые патриотическое мероприятие в вальс медсестры. Также в 10 часов в муниципальных кинотеатрах пройдут бесплатные показы фильмов о войне. А вечером в 20 часов все желающие могут присоединиться к традиционной акции «Свеча памяти». Колонна с зажженными свечами пройдет от северного мола Морпорта к южному.